Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам. Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о многостаночнике Севке Адамяне. Ребята, я поражаюсь его работоспособности и выносливости. Не каждый сдюжит день по 3-4 видоса шпарить, еще и по 30-40 минут каждый, а за трансляции так я вообще молчу. Действительно, работает на этом поприще, не покладая рук. Бабло должно зарабатываться. И по факту я понимаю, что действительно у человека своей жизни нет. Ему некуда себя деть. Возможно, он эти видосы пилит просто от скуки, потому что нечем себя занять, не на что себя отвлечь. Посмотрите в то же время на Коки. Вот тот молодец, у того есть своя жизнь, у него есть распорядок дня. Куда он должен поехать, с кем встретиться, какие еще новые процедурки освоить и посетить. Мастера бровиста, косметолога, массажиста и так далее. День расписан у него практически по минутам. Поэтому Коки может себе позволить и не снимать. По два, по три дня выпадать. И обратите внимание на севку. Когда этот многостаночник Стахановец в последний раз брал на Ютубе себе выходной. Я поражаюсь тому, что человек снимает каждый день. И действительно даже не может себе позволить взять просто какую-то паузу и передохнуть. Единственная пауза, которая у него была, это в тот момент, когда Ютуб кинул страйк на его канал. Вот тогда он хоть как-то выдохнул и передохнул. И то ненадолго. Тогда контент пилился у Коки на канале. Вот такой вот труженик полей и колхозов. Ну и дальше обратила внимание, что Надя сидит. Вроде было заявлено, что приехала ненадолго. Всего лишь на пару дней. А как она скучает за своим масиком? Она же жить без него не может. Готова жизнью собственной пожертвовать ради котика. И любит его настолько, что ни один Севка, ни один Коки там и рядышком не стояли. И вот такая вселенская масштабная любовь. Прям, я не знаю, безумная любовь. И вот так вот сидит вдалеке от своего котика. Надя, с таким же успехом, как ты у Севки просиживаешь, у мамки вернее. Ты могла и дома в обнимку с котиком просиживать. Но нет, сидит здесь. Второй момент, ребята. Вот как она приехала и напялила вот эти леопердовые штаны. Вот так она в них и продолжает сидеть. Я не знаю, меня это действительно поражает. И при этом человек, конечно, рассказывает о том, какая она чистюля, аккуратистка. И сколько сменной одежды у нее есть. Но, ребята, я не встречала женщин, которые в одних и тех же штанах, вот этих вот, да, будут ходить просто бесконечное количество времени. Я бы еще могла задуматься летом, например, да, что она там быстро в стиралку кинула, вывесила на балкон, а там бац, 30-40 минут, и они сухие. Но сейчас не лето. Вещи на балконе быстро не сохнут, как бы ты ни старался. Понятно, что они со стиралки не мокрые, да, но с них не течет. Но факт остается фактом. У Нади же совершенно другая история. Впялила с них и ходит. И я так понимаю, что это от большого ощущения, да, вот этого чувства чистоплотности. Вот так вот женщина себя и ведет. Ну и начало ролика, мамка, ребята, аж замерла, Севка начинает зачитку комментов. И здесь понеслось. Она сразу начала соглашаться с первых слов. У каждого из нас есть недостатки и изъяны. И мамка тут же кивает головой и даже утвердительно говорит «да». До того момента, пока не повисла пауза и не затронули конкретно мамку, что она собрала в себе действительно все пороки. И вот тут маму аж перекосило от гнева и злобы. Она-то думала, что коммент в ее поддержку. И типа, да, все признают, что есть пороки и недостатки. А тут, что мама собрала в себе все воедино. А по факту, ребята, это так и есть. Этот человек собран с одного сплошного негатива. Я не знаю, кто ее считает милой теплой бабулей. Но это, наверное, несчастные какие-то люди, которые действительно не знают, что такое милая добрая бабуля. Но то, что показывает, демонстрирует ТВ, а особенно ее проклятие и оскорбление, это просто зашквар. И, кстати, мамка так зависла, что она с испугу даже не сразу стала отвечать. Наверное, переваривала полученную информацию и думала, как же конкретно задеть человека. Ну и единственное, что нашла сказать, отправляйся по всем известному адресу. Но когда нечего сказать, только остается, да, гнуть маты и какие-то оскорбления. Все в духе ТВ. А фраза «иди ты туда, откуда не возвращается». И вот думаешь, неужели действительно нормальный человек, который наполнен чем-то хорошим, светлым, добрым внутри себя, скажет людям такое? Конечно же, нет. И когда мама кричит, что на нее наговаривают, у меня возникает вопрос. Где? В каком месте эти наговоры? Вот все, что пишут, на 100% соответствует действительности и правде. Ну и, конечно, по мнению мамы, она такая по той простой причине, что ее, как всегда, доводят зрители. Зрители во всем виноваты. Мне интересно, мама зрители или все-таки ваш сын в первую очередь непосредственно принимает в этом самое, что ни на есть, активное участие. То есть, ребята, первое, да, откуда бы ТВ узнала о комментах, если бы не вот такие подлизы, как Надя ей докладывали, что же они пишут? Или не ее сын цитировал комментарий? И мама бы об этом не узнала. Не пилил бы сын такого масштаба на маме контент. И тоже бы мама, мы бы маму такую не увидели. И, конечно, не писали негатив. Вот представьте, мы же на самом деле даже не знаем ОЛ. И чем она наполнена? Что она из себя представляет? Может быть, если бы ее драконили, выводили на эмоции, мы бы увидели ту же самую картинку. Но нам показывают совершенную, полную противоположность ТВ. Поэтому так как бы бабулька и умиляет. А вот ТВ действительно это гноз и грязь. И все это благодаря сынишке. Понятно, мамка этим наполнена. И она это извергает. Но он, именно он, дает ей этот шанс. И когда в маме мало огня, он туда, знаете, как в топку дровишки подкидывает. Он начинает ее драконить, керосинить. И вот результат. И странно мне все время, когда обвиняют в этом зрителей. Причем здесь зрители. Мама, это делает ваш сынишка. Ну и поразила меня Надя. Ребята, вы знаете, когда комментарии льются грязью в маман адрес, Надя, ребята, она радуется. У нее такой искренний смех, у нее столько счастья. Она прям наполняется этим счастьем изнутри на полную. Но стоит только задеть Надю и все, там штора падает. И вот там становятся глаза полные ненависти. И действительно, если бы кто-то из этих зрителей оказался возле нее, она бы рвала и метала. Ну и там, где написали коммент по поводу того, что Надя подтявкивает, она сразу, а где я подтявкиваю, а что делаете вы. Надя, ты действительно подтявкиваешь. Каждый раз ты готова соглашаться со всем чем угодно, лишь бы тебя, скажем так, не отправили с кишками на выход куда-нибудь во своясе в недогарке. Поэтому ты действительно подтявкиваешь. И опять-таки, если бы для тебя это было чуждо, дико, непонятно, неприемлемо, ты бы никогда это не позволила делать с собой. И никогда бы не общалась с подобного рода людьми. А так это говорит о том, что, да, вот, свинья свое болото всегда найдет. И, ребята, да, это не упрек, что Надя там свинья, а именно просто, да, пословица-поговорка, что действительно Надя нашла свое болото и как свинка плюхается в нем. Потому что летом, когда свинке жарко, она так и ждет. Грязь, которую нальют воду, да, будет жижа, и она там будет вытираться, кайфовать от прохлады. И вот Надя то же самое, в своем болоте болтыхается и кайфует. Кайфует от того, что может участвовать в подобного рода контенте. Посмотрите, у нее есть подружка Алла Ковальчук, но почему-то туда она в гости не щемится. Люба Тамара Киев, и туда Надя не щемится в гости. Почему? Потому что там контент не сделаешь. Я не смотрю этих блогеров, я знаю о них, да, исключительно от Севки, но я так предполагаю, что нет там подобного рода контента. Поэтому Наде там неинтересно. И в гости туда шпарить ей тоже неинтересно. И, как бы, да, когда она говорит заигрень, это тоже своего рода как шантаж идет. Она знает, на какие струны надавить, да, за какие струны дернуть, чтобы задеть маму. А даже наигрень она реально никогда не собирается, не собиралась и собираться не будет. Потому что тоже неинтересно. Нет драйва, нет адреналина. Поэтому и топчется она именно здесь. Ну и дальше Севка, которая сказала о том, что если бы у мамы действительно была бы власть, она бы казнила людей и использовала на полную смертную казнь. И Надя такая поддакивает, типа, да, да, да. Ребята, это вообще, это просто какая-то дикость. Это такое слабодушие. То есть когда ты не можешь ничего сделать, когда тебе причиняют боль, но ты знаешь, что люди говорят правду. Вот такая только и может быть реакция. И когда Надя, да, 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 Надя, а что ты поддаккиешь? Ты такая же, как и ты вы. Если бы у тебя была хотя бы капелька власти и какой-то возможности, ты бы то же самое делала по той простой причине, что ты настолько неуверенный, несчастный, закомплексованный и обиженный по жизни человек, что только так бы ты компенсировала свою вот эту немощность и ущемленность тем, чтобы обидчиков кидала вот так вот своих и Севкиных просто в топку. Уничтожала их в надежде на то, что больше на тебя ничего не напишут. А на самом деле это, ребята, действительно израненный человек, который очень зависим от чужого мнения. Ей важно, чтобы о ней хорошо писали. И вот она бы видела, если бы могла найти людей, которые пишут плохо, первых бы отправляла, да, на смертную казнь именно Надя. И Севка так этим упивается. Ребята, для нормального бы человека было дико и чуждо видеть свою мать такой жестокой, да, человеком, который жаждет крови, какой-то мести, наказать обидчиков. Но не случай с Севкой. Он упивается, прям восхищен собственной мамашкой. Ну и когда Севка кричит о том, что мама была бы кровавой бояриней, Севка, ты посмотри на Надю, на ее периодически звериный оскал, на ее глаза полные ненависти. Когда только ТВ ей говорит в этот момент, да, или уезжай, или не приезжай, как это было буквально недавно, когда мама сказала, что продажи окончены. У Нади был такой взгляд, что если бы она действительно параноидальный взгляд, взгляд маньячки, если бы она могла что-то сделать ТВ, она бы сделала. И, кстати, я бы вообще боялась Надю оставлять с мамой наедине, потому что, а мало ли, что, видя по Наде, что этот человек действительно психически нездоров, потому что вот такие метаморфозы, ребята, вот такой взгляд звериный, действительно только у нездоровых людей. Поэтому, Севка, когда кричишь за маму, смотри на мамы на окружение, на Надю внимательно присмотрись и увидишь женщину, которая недалеко ушла от твоей мамани. Поэтому не говори только за маму, говори за девочек в общем. Ну, а, ребята, дальше ТВ даже согласилась с тем, что действительно, если бы у нее была такая власть и такая возможность, она бы ликвидировала и убивала тех людей, кто против нее. И неважно, стоило бы достаточно было прийти маме, сказать, да, что вот на тебя плохо сказали, вот тот человек у тебя что-то украл, и мама бы сразу наказнил. Но мама, в первую очередь, тогда нужно было бы казнить собственную персону. Не вы ли воровали яйца, не вы ли спали и тырили, да, кукурузы подсолнух, не вы ли пытались примутить чужую лошадь, поросят таскали. Поэтому, опять-таки, ребята, как можно казнить за то, что ты делал сам? Пусть в прошлом, но ты это делал. И по поводу того, что плохо говорят, да, и так далее, посмотрите в первую очередь на себя. Поэтому, отправляя на казнь, нужно было казнить собственную персону, а потом уже и остальных. И как мама сказала, нет человека, нет проблемы, все, до свидания. Ребята, вы вот представьте на секундочку, какому-то человеку, да, действительно была бы дана власть. И хорошо, что у таких людей никогда не было, нет, и я надеюсь, не будет власти, потому что из-за того, что они настолько немощные и убогие, они бы действительно компенсировали, тешили свое самолюбие тем, чтобы массово казнили людей. Ни за что, за просто так, потому что кто-то где-то что-то сказал. И, кстати, да, даже у нас, я не знаю, ну вот в правоохранительной системе, пока не доказано преступление, которое совершил человек, он не является преступником, он является подозреваемым. И только когда доказали его вину, он становится преступником. И тогда передают дело в суд, и судья выносит приговор. Ребята, мама бы просто кому-то верила на слово, и, да, просто убивала и казнила людей. Это дикость. Я слушала и слушала восхищение ее сына, вот этот веселый смех, и думаю, а чему ты радуешься? Этот человек, который наполнен какой-то, я не знаю, просто мерзостью, потому что ему кто-то где-то сказал, человека лишить жизни. И вот я понимаю, ребята, что она бы лишала всех подряд. И нас, украинцев в том числе, и кто после вот этих вот слов может верить в то, что она любит Украину, она любит людей, она никого не любит, она людей ненавидит. Просто играет в хорошую до тех пор, пока ей это выгодно и удобно, пока от этих людей можно что-то поиметь. И не важно, что это деньги, подарки, или просто услуги. Вот тогда мама играет в хорошую, но настоящая нутро, даже она не может скрыть, и с какой гордостью человек об этом заявляет. Это, наверное, единственное, чем ТВ может гордиться. Ну и дальше перешли к теме вот этого текущего мамонного чайника. Ребята, я не знаю, она уже столько раз сказала, что чайник течет. Блин, я не понимаю, в чем проблема за 2000 гривен, там за 3000 гривен купить новый чайник. Тем более мама, которая наторговала, уже нормально бабла. Нет на крайняк сын. Ты подумай о том, что чайник течет, и это уже просто опасно. Не дай бог маму шваркни током, что ты будешь снимать. Поэтому нужно думать о мамонной безопасности. Но опять-таки, как только Севка кинул маме наметку, что этот чайник можно продать, мама тут же загорелась с идеей. Но разочаровала сумма всего лишь 200 гривен. И человек, который собирался это выкинуть, ребята тут же говорит, почему так дешево? Жесть, маразм крепчает. Ну и порадовала покупательница, которая купила, прислала вот этот салатник, который мама продает, и купила с под нее купальник. А на Севке прислала фотографии в этом купальнике. Ребята, это занавес. Вот я представила картину, а показывали эту женщину в каком-то из роликов. Это женщина в годах, зрелая, скажем так, женщина. И вот я думаю, а что с этой тетей не так? Ребята, вот представьте, одеть этот купальник с под мамой, я надеюсь, она его постирала, хотя там уже любая обработка термо не поможет. Но сам факт, напялить на себя этот купальник, сделать фотки в этом купальнике и отправить чуваку, молодому чуваку, относительно тебя, отправить свои фото в купальнике. Что не так с этой женщиной? Но Севка ее похвалил, она молодец. И я так понимаю, что теперь ей надо срочно докупать трусы и желательно еще выпросить, вымолить у ТВшки, продать свой телефон. И тоже, конечно, фотоотчет сделать Самвеллу. Ну и там по поводу того, как мама обижала Ольгу Леонтьевну своим поведением и что она за нее говорит, прилетели комменты, которые Севка зачитал. И мама тут же «Сдыхай сама». То есть там был какой-то стишок и там просто, что мама на тот свет может отправиться. Мама ответила в ответку «Сдыхай сама, Козлина, Оэлл старше меня». И вот думаю, действительно, блин, да уже либо не читай ей эти комментарии, либо уже маме надо научиться просто совладать с собой и не отвечать. И опять-таки, там написали как-то за тот свет, ребята, очень лайтово, очень как-то так вот, да, ну, аккуратно. У мамы это тут же, да, сдохни сама, Козлина. Ну вот, смотришь на ТВ и каждый раз поражаешься. Ну и Наде нравился этот же стишок до тех пор, пока там не затронули ее. И как только стих закончился, Сева закончил зачитку, начитку, Надя тут же «Слава Богу, да, Надя, слава Богу, что о тебе больше никто плохо не говорит». Ну и дальше, ребята, мамка в очередной раз шокировала. Она меня прям удивила и мне стало очень смешно. Когда я умру, меня похоронят с почестями, а тебя как собаку по частям. «Мама, а кто, я стесняюсь спросить, с какими почестями вас будет хоронить? Вы нам хоть оповестите. Если ваш сын и вы фрик, и ютуб, это не говорит о том, что вы имеете какие-то почести. О чем вы? Как? А где вам это приснилось? Ребята, где ты вы? А где какие-то там почести? Ну разве что Севка там, да, валит бабла и устроит на этом очередной контент, наймет оркестр и так далее. Какие вам почести? Вы что, их заслужили? Ну и дальше девочки наперебой начали доказывать друг дружке, что зрители пишут плохо за то, что их неплохо встретили на игре, не им был никто не рад, только потому, что они не отчитались перед зрителями. Но если бы они были объективны, они бы просто пересмотрели ролик Севки и увидели, с какими фейсами сытники их встречали. И, кстати, может быть, они даже это и увидели, но не хотят в этом признаваться. Ребята, сытники были настолько перекривлены и настолько не готовились к этой встрече, потому что гостей не встречают в темном доме, гостей не встречают за пустым столом, когда ты ждешь этих гостей. Как сказал Севка, они их ждали. Уже был бы готов накрыть стол, пусть не было бы блюд, но хотя бы была бы сервировка. Поэтому, Надя, мама, угомонитесь, никто вам был абсолютно не рад. И вас просто одинамили и игнорили полный вечер. Сытники выполняли свою роль, вот это подай, принеси, убери иди нахрен унеси. И не более того, вы не были там желанны и долгожданны. Но я, ребята, думаю, что и сами они это понимают и осознают, просто не хотят в этом признаваться. Ну и дальше меня поразила в очередной раз своей брехнёй Надька, та женщина, которая забожилась больше не читать комментарии, опять их цитирует. И хочется сказать, люди добрые, как говорит Надя, пожалейте её, перестаньте писать комментарии. Вы вообще представляете, как вы морально и эмоционально выматываете человека. У Севки под роликом по 2, по 3, а то и по 4 тысячи комментов. Вы вообще представляете житуху этой женщины просидеть и промониторить каждый комментарий. А ещё с учётом того, что она знает и все аккаунты, которые пишут всех комментаторов, это просто полнейшая жесть. И когда Надя кричит, что у кого-то нет жизни, и они следят за Севкой, Надя, ну чья бы корова мычала? Ну твоя уж точно молчала. Вы просто представьте, сколько нужно потратить времени, чтобы промониторить все комментарии под каждым видосом. Поэтому, Надя, у кого этой жизни нет, так это действительно только у тебя. Твоя жизнь это Севка и мама. Ну и на комментарии по поводу того, что Надя засранка, да грязнуля, и швырнула свою куртку на стол, Надя вначале хохотала, хохотала, а потом, конечно, придумала, как съехать. Я сразу поверила. Вот глядя на Надю, сразу, Надя, ты молодец, я тебе 100% верю. Прямое попадание в яблочко. Оказывается, куртку она принесла на кухню и шмякнула на стол только потому, чтобы сделать Севки контент. Она сделала это специально и осознанно, а сама она, конечно, ни разу не такая. Все Надя сделала для того, чтобы зрители гавкали. Так она и сказала. Ребята, вы знаете, ну вот кто бы насчет Лая базарил, да, но только не Надя. В ее случае нужно молчать. Там же вообще не поймешь, там какая-то неразборчивая речь, там вообще непонятно, что она визжит. Она просто, вот знаете, как свинья визжит, когда жрать хочет. Вот так и Надя постоянно на вот этих децибелах просто визжит и орет. Я не знаю, но ее так много, меня бы она уже на слух утомила, ну максимум через пару часов общения. Здесь ТВ, опять-таки, очень радостно, что у нее проблема со слухом, что она не все воспринимает, сколько много Надя говорит, вот этот именно децибел. Ну и далее затронули тему, конечно же, Севки. Опять-таки, те, кто пишет комментарии, что Надя любит Севку и худеет для того, чтобы Севка на ней женился, это все провокаторы. Это гнусные людишки, которые такое пишут. Как сказала мама, ему что, мало молодых девок, молодых баб. Мама, конечно, их очень много, но у него же есть одна такая вот любодорога к сердцу. Это, конечно, пупцы. Ему никто больше не нужен колясик, затмил все вокруг. Но Надя, ребята, добавила, что если бы Севка только свистнул, очередь бы у подъезда выстроилась. Надя, не суди всех по себе. И, кстати, Севка, вот тебе наметка на бесплатный контент. Ты представь, выбор невесты свистнул, и очередь у подъезда выстроилась. А мы бы смотрели на эту очередь. Вот представьте, ребята, какой бы был контент, какая идея пропадает. Вот очередь из стоящих возле подъезда к Севке в потенциальные жены. Надя, ну вот ты бы там действительно была первая, распихивала всех руками, била бы морды, рвала бы глотки, только для того, чтобы не было конкуренции. И опять-таки, да, вот какой нормальной женщине такая мысль придет в голову. Никакой, кроме как больной и израненной, которая первая претендует на это сердце. Ну и, конечно, ребята, тут опрометчиво Надя согласилась, что Севка чувствует ее флюиды и больше всех ее стебет. Вот-вот, Надя, ты задумайся, почему вот так стебут только одну тебя. Ну и мама начала оправдываться, что она лично никого на игре не обожрала, потому что они тоже явились туда не с пустыми руками. Они привезли петуха и привезли коньяк. Ну и выступила Надя, ребята, по поводу того, что кто-то мог предположить, что они с мамкой плохие хозяйки. И Надя рассказала, что вам до таких хозяек, как мы, еще умыться. Вот здесь, да, это хорошо, что нам до таких хозяек еще умыться. Вы, это действительно просто эталон хозяек, чистюль и аккуратисток. Ну и тут же Надя начинает вещать, что вы поедьте в село и попробуйте, что это такое. То есть на огород, да, в хозяйствам, там впораться и тому подобное. Надя, а тебя что, кто-то там насильно на огород вытягивал? Ты вдруг что маякни, если ты у кого-то в заложниках была? Это первое. Во-вторых, почему кто-то должен куда-то ехать, если человек не хочет? А в-третьих, да, это личное решение кого-то, тянуть эти огороды, не тянуть. Четвертое, Надя, сало, сено заготавливала, навоз таскала, воду таскала, ведра с молоком таскала, перерабатывала это молоко, банки намывала, охлаждала опять-таки это молоко. Может быть, ты животноводством мясного направления занималась. То есть о чем конкретно ты вещаешь? Мне очень хотелось бы посмотреть на масштаб этого хозяйства, потому что, когда Надя говорит, я выращивала бройлеров и уточек, ребята, это детский лепет и это просто ни о чем. Поэтому, Надя, кому ты трындишь за какое-то там хозяйство? Покажи вначале, какое оно у тебя было, чтобы мы понимали весь масштаб работы, которую ты проделывала. А так, ребята, это сотрясание воздуха. И давай рассказывать, как она на огородах корячилась. Знаете, а что там корячилась? Ну вот я, например, скажу по себе, если ты считаешь, что все так корячатся, то кому тогда в таком случае по селам возят в сетках продают картошку, лук, морковку, капусту и так далее. Буряки, если все в твоем понимании вот так вот корячатся. И, кстати, что значит корячиться? Ну, даже по животным, вот если это коровы, свиньи, труд разделен конкретно на мужской и женский. Женщина не таскает навоз, женщина там, я не знаю, не таскает мешки с зерновыми, не молит их, да, то есть женщина конкретно вышла, подоила, взяла молоко и отнесла его на переработку. Поэтому, Надя, хоррена валивать, опять-таки, вот этот момент, как все на севку в ее этих недогарках подписаны, но у людей нет времени смотреть и что-то писать. Да ладно, Надя, чем они так заняты? Ну, ты объективно расскажи, ладно, я согласна, весна-лето, да, один летний день зиму кормят и так далее. Это все понятно, там, с рассветом стал, с закатом когда-то, там, под ночь плюхнулся, но опять-таки, это осознанный выбор людей и уже давным-давно люди отходят от вот этих традиций засаживать гектары огородов. Как правило, сейчас очень многие садят исключительно для себя, а остальное просто докупают по сезону. Это раз. Второе, да, а чем они сейчас вот реально вымотаны? Огородов нет, огороды уже давным-давно убраны и переработаны. По поводу животных, уже все коровы стоят на приколах, на привязи, в стойлах, даже если они у кого-то есть. Да, их там еще где-то кто-то может быть подпасает, но, как правило, они уже стоят в загонах. Вот этот стойловый период, это период отдыха и покоя деревенских сельских жителей. Да, пошел навоз, почистил рыштаги, покормил, попоил, и, в принципе, полдня ты свободен. Поэтому хватит вот драматизировать, хватит разыгрывать трагедии, как там, бедная ты упахивалась и упурхивалась, никто никого не заставляет. И, кстати, даже сельские люди уже больше предпочитают времени уделять себе, чем пахать на этих гектарах в огородах, потому что все понимают степень этой нерентабельности, то есть стоять, корячиться, чтобы потом картошку можно купить по 10 гривен, а тут у тебя обработай, под кучу, что там еще с этой картошкой делают. Поэтому давным-давно люди уже осознали, что это не то направление, которое тебя обогатит. А горб ты нагонишь. Как правило, себя обеспечили и на этом все. Поэтому, Надя, хоррэ, вот эти вот проводить какие-то сравнительные анализы и параллели. И вообще, почему кто-то должен приезжать в село, если человек этого не хочет, чтобы доказать, что он хорошая хозяйка. Ну и, конечно, Надя с мамой друг другу жалуются, как их обосрали в комментариях. Да, вот именно когда говорят правду, почему-то в их понимании это конкретный абсерд. Ну и не получилось у Нади никого, у Нади никого, да, переубедить в том, какая она молодец, какая она труженица. И, кстати, даже сама мамка ранее на игре не Надя умыла. Кому, мол, ты сажала эти гектары огородов, если вас было двое? Ты и муж. И согласитесь, ребята, где логика, если Надя говорит правду засаживать плантации, если реально у вас два человека? Сколько вам надо на сезон морковки, лука, картошки и так далее? И это опять-таки вам фортанет, если у вас хороший погреб, что это все хоть как-то маломайски сохранится. А если нет, вообще трендец кричи попала. Поэтому, Надя, не надо вот этих, вот это все драматизировать, какие-то вот эти трагедии. Люди делают то, что они хотят. Если они этим занимаются, значит, им это в кайф. Поэтому не хрен ставить себе это в какие-то заслуги и достижения. Ну и следующий момент, ребята, женщина купила у ТВ кошелек за 700 гривен и была немножко шокирована. Кошелек оказался бушным. И мало того, оказался не кожаный. Ну, ребята, я еще поверю, что можно там около тысячи гривен через интернет, например, купить кожаный кошелек. Но, что его можно купить в каком-то торговом центре за 700 гривен кожаный, я очень и очень сомневаюсь. Поэтому мама, по большому счету, да, еще и с мусором, не проверив, что отправляет, отправила человеку, продала, вернее, человеку кошелек. И другая нашлась женщина, которая была шокирована. Она купила у Сепки семь пар трусов по 100 гривен, а они оказались бушные. А вы на что рассчитывали? Вам так и сказали. Это фирменные брендовые трусы. Пусть ваш муж носит или сын кому вы приобрели и наслаждается. Ну, что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение, как всегда, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok